книга открытым оком тема суды том 14 вопрос 2829 так стоило ли подавать в суд на ваших недругов отступников из общины когда они распространяли листовки с поношением вас и вашей общины волков в с и шимко р.н. твердо утверждали с тем что ваша община превращается в секту что она чуть ли не тоталитарная но уж точно псевдо православное анти православное и прочее а суд гражданский их не приструнил а фактически почти одобрил да и раскаяния от них не было вроде бы отвечает игнатий тихонович лапкин судебная коллегия по гражданским делам по делу номер 33 2677 дробь 05 председательствующая полковникова н.м. судьи зенец н.н. яшина т.а. 1 июня 2005 года вынесли решение цитата исходя из установленных по делу обстоятельств суд обоснованно пришел к выводу что в целом содержащиеся в листовке и положенное в основании иска высказывания является выражением субъективного мнения взглядов ответчиков по вопросам касающимся деятельности религиозной организации и лидеров и толкования религиозной доктрины что не является предметом защиты в порядке статьи 153 гк рф для точности приведем значение слов по словарю иностранных слов субъективный личный свойственный только данному лицу противоположный объективному объективный существующий вне и независимо от сознания присущие самому объекту как соответствующий ему на суде наученные уже советниками представителям ответчики яростно откребались от утверждения того что они сопломбом утверждали припекло крепко и они хватались за любые доказательства за любых лже свидетелей от некий вались от своих убеждений но доказывали что это всего лишь их личное субъективное мнение то есть пищали долезли в статью которая отводила их от ответственности преследования по закону за оскорбление и ложь это было самое настоящее и фактическое их отречение от того что они утверждали на темных улицах города раздавая свои листовки паски им уже не до правды было а только бы выкарабкаться из под статьи закона которая их защемила основательно суд якобы и поверил им что они не утверждают ничего а только свое личное субъективное мнение высказывают а это гарантировано им согласно статьи 29 части 1 конституции рф свобода мысли и слова и так как ответчики согласны были с решением суда что и значит что они отреклись от утверждения объективного а засохли на суку субъективном откуда им не слезть до страшного суда я их призывал к покаянию а суд помог им жить нераскаянности и скрыться за ширмой субъективизма там и и жить отныне да притом суд и не желал вникать в то что согласно их законов не является предметом защиты в порядке 153 статьи гк рф безбожных судей не должно быть нигде в целом свете а тут могут быть все трое безбожниками и каком же правильном их решении может идти речь но и это решение суда имеет той но и это решение суда будет иметь роковые последствия для самоотрещенцев они работают вместе значит обязателен конфликт на финансовой почве они ходят в одну религиозную организацию значит и тут обязательно они будут сталкиваться и по толкованием канонов и по соблюдению порядка отошедшие от нас всегда идут вместе только до порога а дальше их сатана разбрасывает по разным континентом а то что решение суда будет иметь роковые последствия для отступников очень зримо видно из заявления в с волкова и по доверенности представителя шимко р.н. вв макухи в центральный суд города барнаула 15 марта 2005 года цитата истец удовлетворен решением суда железнодорожного района города барнаула от 18 апреля 2005 года конец цитаты и это еще не все волков хотя я-то и не расслышал не расслышал привел фразу из писания римлянам 12 19 и не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу божию ибо написано мне отмщение я вас дам говорит господь этим он как бы произнес себе приговор а до господа суде же обнаружилось что бывшие члены общины абсолютно не разборчивы в средствах защиты своей неправды они набрали в суд совершенно чужих и безнравственных людей пьющих и даже отлученные за разврат когда судебный приговор был оглашен то мой представитель увидел как шимко алена сделала цинично неприличный жест отломила руку по локоть и отрубив ее вертикально ладонью другой руки покачала отрубов на правлении нас вот вам только и взахаешься да кто же был рядом с нами и только бог мог избавить нас от них через этот суд но они же утверждали что вы секта и прочее теперь-то они не говорят этого но они на том закрепились покаяние из них я не сумел вышибить теперь это уже теперь это ушло все на суд божий повторяю суд помог им закрепиться и уйти с нераскаянным сердцем на суд божий они полностью проиграли и они ничего этого не видят на суде они уже ничего не утверждали а только повторяли заучено что это их личное мнение против личного мнения статья в конституции не воюет и они с этим ужасным решением согласились это означает что совесть их почернела они бы сказали нет не так мы за души людей находящихся там бьемся и потому это не наше личное субъективное мнение но так и есть и мы докажем что это не наше только субъективное мнение а это есть сверх объективное мнение а доказано было обратное им ничего уже не нужно им нужно было только одно вывернуться из под статьи закона она их уже крепко защемила статья дает только один шанс что ты этого не утверждаешь что это твое личное субъективное мнение от объективного утверждения они отгребались всякими неправдами суда разницы нет никакой где ты будешь в аду или в раю а ты получил на руки это решение и можешь каждый день читать его и взывать что ты погиб что ты лгал ты отрекся и не раскаялся стоило ли подавать в суд каждому свое я уверен что следовало ибо взбунтовавшиеся грозились и общину нашу снять с регистрации но все заглохло им уже не до нас да и нервотрепки им хватило они даже стали молиться более ревностно в зале суда столом 63 7 по 11 стихи изыскивают неправду делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца но поразит их бог стрелой внезапно будут они уязвлены языком своим они поразят самих себя все видящие их удаляться от них и у боятся все человеки и возвестят дело божие и уразумеют что это его дело а праведник возвеселиться о господи и будет уповать на него и похвалятся все правые сердца взаимосвязь вещей из обихода не каждый сходу может рассмотреть тем более когда уже в отходах нам послужив смогли помереть и даже там в отвалах и в отхожим кипят бактерии и туфельки амебы не так ли мы друг другу в память вхожи особенно когда жуем не для утробы взаимосвязь времен племен деяний не ощущает их кабан в лесу невежда пусть мракобесы атеизма в яме дойдут что с покаянием весьма опасно мешкать кто сохранил кто приобрел добыл что в них на них до тла гниющим в теле откуда имя им и в теле столько жил кто черноту греха на них отберет и если всеми все мы сами по себе ни от кого зависеть не посмели так почему мы не избыли бед предсказанных быть может в темной келье и не за год за тысячу и больше оттуда луч пророчества так живут пророков словно пророков слова краткая укольчик но гром и молнии не сводит к нам из туч мы все не только генами и кровью в переплетении с евой и адамом змей в тоже непокорство деток ловит легко прабабушку кором я достану переплетение космических угроз моя судьба пылинка в хороводе свет с неба истинный есть истинный христос на благовестников то слово в сущнем горде взаимосвязь небесного с земным и польза от того на все эпохи крещение дано для белизны вам в благое что взрастили зерна крохи 27 октября 2005 год игнатий лапкин